Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Синебок. День округа и при новогодние празднования пройдут онлайн. Такое решение приняла Наталья Комарова в связи с действием в регионе режима повышенной готовности. Соответствующие распоряжения отданы главами муниципалитетов. Все развлекательные мероприятия пройдут на сайтах учреждений, в соцсетях и мессенджерах. Кроме того, новогодние утренники в детсадах и школах будут проходить без участия родителей. В школах за каждым классом закрепят кабинет для проведения новогоднего мероприятия строго в отведенное время. Для родителей организуют видеотрансляцию. Также в дистанционном режиме пройдут елки мэра, а подарки персонально направят для каждого ребенка. Напомним, ранее губернатор подписала постановление о введении в регионе ряда дополнительных ограничений, которые продлятся до 11 января 2021 года. В Югре начала работу Единая федеральная горячая линия 122 по вопросам коронавируса. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на заседании оперативного штаба. В Югре проведена работа со всеми операторами связи по интеграции структуры в единую федеральную горячую линию. Она обеспечит оперативную маршрутизацию звонков в поликлинике, станции скорой помощи или на горячей линии Департамента здравоохранения Югры, а также Центра открытый регион и Управление Роспотребнадзора по округу. Позвонить на единый номер 122 можно бесплатно с любого сотового или стационарного телефона. На базе лагеря «Окуневские зори» в Советском районе открыли изолятор для ковидных больных. Сюда предлагают приехать тем, кто лечится амбулаторно, у кого нет возможности изолироваться дома. Также в «Окуневские зори» привозят долечиваться пациентов из ковидного госпиталя Югорска. Пациентов размещают в трех местных номерах палатах. Здесь они находятся под наблюдением медика в течение всего дня. Учитывая, что все пациенты уже относительно здоровы, лечение только симптоматическое. На работу в изоляторе пионерская районная больница выделила специальную бригаду медиков. Для пациентов есть все необходимое. Пациент поступает из орденов, мы его раздеваем, оформляем вещи и потом уже распределяем их по палатам. Пациенты у нас кушают доставка еды, идет до дверей. Вот у нас дверь, грязная зона. Нам приносят туда, мы потом забираем и разносим по палатам. Каждому в индивидуальной упаковке. Одноразовая посуда. Она потом утилизируется? Утилизируется, да. Потом мы же сами ходим по палатам, все собираем и утилизируем. Вот Слава Геннадьевна у меня все собирает. И у нас есть там специальная емкость. Три раза в день генеральная уборка у нас здесь. Четыре человека пострадали в ДТП на дорогах Югры в минувшие сутки. Так в Хантывансийске глубокой ночью 24-летний водитель не рассчитал траекторию поворота и врезался в дорожное ограждение. Всего же за этот период в регионе зарегистрировали три ДТП. Кроме того, четверых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. Еще трое попались на пьяной езде не в первый раз. Четверо от медицинского освидетельствования отказались. Также сообщается, что 27 человек привлекли к ответственности за выезд на встречку. По улицам Нижневартовска колесит читающий автобус. Необычный мемориальный проект проводится по итогам всероссийского конкурса чтецов «Наша победа, наша гордость». В нем уже приняли участие тысячи россиян. Некоторые участники записали аудиоролики, другие читали тексты непосредственно в салонах городских автобусов. В нашем округе проект получил название «Ленинград-Югра». У нас особая связь с северной столицей. Во время войны в округ эвакуировали сотни блокадников. Акция уже прошла в Ханты-Мансийске, Нефтьюганске и Сургуте. Теперь она добралась до Нижневартовска. Пассажиры маршрута номер 9 во время поездки услышали стихотворение Ольги Бергольц, фрагменты военной прозы Булата Акуджавы и Даниила Гранина. Инициатором проекта является дочь Гранина, которая сейчас возглавляет фонд имени своего отца. В этом году проводился конкурс чтецов, посвященный Великой Отечественной войне. И в рамках цифровой недели вот этот материал победителей конкурса, материал был оцифрован. То есть любой житель округа мог услышать в цифровом формате произведения. А теперь культурным событиям. Познакомиться с археологическими находками и послушать лекции об этнографии онлайн. В таком формате начала работу 9-я Югорская полевая музейная биеннале. Видеомероприятие размещают в соцсетях и на сайте форума. Например, уже можно посмотреть лекцию научных сотрудников в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого. Также на форуме Кунцкамера подписала соглашение о сотрудничестве с Музеем природы и человека. Мамонты Югры прервали безвыигрышную серию. Накануне наша молодежка на своем льду принимала команду «Чайка» из Нижнего Новгорода. Первый период прошел безрезультативно. Лишь во втором периоде в численном преимуществе Василий Атанасов вывел мамонтов вперед. В заключительном игровом отрезке гости отыгрались. За три минуты до конца игры гости остались в меньшинстве. Этим воспользовались хозяева и провели результативную атаку, в которой отличился Данил Петров. Так, со счетом 2-1 мамонты Югры обыграли «Чайку» и остановили серию неудач. Сегодня подопечные Дмитрия Бурлуцкого сыграют с нижегородцами вторую игру. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 13 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 76 рублей 32 копейки. Европейская валюта тоже увеличилась в цене на 10 копеек. За 1 евро сегодня предлагают 91 рубль 30 копеек. Следить за новостями телеканала Югра теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах его легко запомнить. А у меня на этом пока все. Увидимся на телеканале Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова поддерживает ВОИЛТЕ, говорит значок в верхней части экрана гаджета. Так одновременно с разговором можно использовать различные приложения. Качество голоса от этого не теряется. В крупном торговом центре или на улице собеседника будет отлично слышно. Новый сервис уже сегодня доступен для всех абонентов Югры. Благодаря технологии ВОИЛТЕ наши абоненты могут разговаривать с кристально чистым звуком. А возможность совершать вызовы в сети 4G позволяет не прерывать текущие интернет-сессии, а также значительно экономить ресурс аккумулятора телефона. Важно, что новая технология никак не влияет на стоимость услуг связи, что наиболее актуально в наше время. Все вызовы и звонки тарифицируются как обыкновенные голосовые соединения. Услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически, либо в настройках сотовой связи гаджета. ВОИЛТЕ работает везде, где есть сеть четвертого поколения. Так что, покупая смартфон себе или в подарок, стоит обратить внимание на наличие в устройстве функции ВОИЛТЕ.